Пожалуй, понять и прочувствовать атмосферу этого образовательного учреждения лучше всего можно вот на таких мероприятиях, когда техническое творчество объединяет и зрителей, и создателей умных машин. Для учащихся начальных классов проходит экскурсия, где ребята знакомятся с работами своих же одноклассников. Получается, у меня собран автобус, который ездит на резиновой передаче. При стоянке у него загорается красный цвет, это типа стоп-сигналов, но когда он сдвинется с местом, он загорается зеленым. А когда назад он едет белым, то есть, ну, желтого не было, поэтому вместо желтого я выбрал зеленый. Сколько тебе лет? Мне 8 лет, и я хожу во второй Б-класс. В техническом творчестве сильнее, конечно, мальчики, но тем ценнее работают девочек, которые от сильного пола не отстают. Я сделала такой большой автомобиль, перед ним махнешь рукой, он едет назад, а так он едет всегда вперед. Да, ну дай-ка я попробую. Ну-ка, вот. О, а если просто? Ничего себе здорово, Катя, как тебе это удалось? Ну, я научилась сама так. Помогал-то, кто тебе? Я сама построила. Ребята-зрители в восторге. Именно благодаря таким экскурсиям на следующий год кто-то из них будет демонстрировать уже своих роботов. Лицея имени Николая Генриховича Булакина, образовательного учреждения, которому в части развития этого направления, в регионе нет равных. У нас есть участники из других школ города. То есть, участвовать может любой желающий, если он хочет показать свое изобретение, представить свои работы, достижения в этом направлении. Мероприятия направлены на развитие творческих, технических способностей, инженерных, чтобы появлялись новые изобретения. Детские изобретения, они достаточно давно применяются в жизни. И о многих мы даже не задумаемся, что их сделали дети, но тем не менее они есть. К экскурсии мы еще вернемся, а пока заглянем в соседнюю аудиторию на мастер-класс по 3D-моделированию. Ученики старших классов под руководством педагога создают деталь, которая тут же изготавливается с помощью 3D-принтера. Ну а на экскурсии всеобщее внимание привлек стреляющий робот. У ребят постарше более сложные модели. И вот одна из них сделана в форме пушки и выполняет свою функцию. Стреляем! Светлана Побеляева, Александр Кожевников. Новости. Светлана Побеляева, Александр Кожевников. Новости.